Еще одна вещь. Возьмите ручку, бумагу, сейчас мы с вами маленькое упражнение поведем. Про вашу цель, про то куда вы идете, зачем вы идете. Напишите, пожалуйста, у себя отдельно. У каждого из вас есть какие-то ценности в жизни. Там что-то ценно. Для кого-то это дружба, для кого-то семья, для кого-то деньги, для кого-то бизнес, для кого-то свободное время, для кого-то, чтобы сидеть и ничего не делать. Вот какие бы ценности у вас не были, напишите, пожалуйста, свои самые большие, там, не знаю, 3-5 ценностей. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот по порядку бывания. Вот что для вас важно в жизни? Можно больше? Я не против. Это ваше слово, это ваша жизнь. Это вы сами решаете, сколько у вас. А хотя бы три. Когда будете готовы, поднимите руку, чтобы готовы. Готовы? Теперь, следующая колонка. Рядом с каждой из ваших ценностей, что вам важно больше всего в жизни, пишем, точнее, в следующей две колонки, пишем время, сколько вы потратили за прошлую неделю или месяц на эту ценность, живя в этой ценности, активно проживая в этой ценности. И сколько денег вы там потратили? За неделю или за месяц, за любой промежуток времени. Недавний. А если ценность в деньгах не определяется? А ценность обычно в деньгах не определяется. Но для развития этой ценности мы можем что поменять? Внимание, которое вы туда определяете, правда? Количество времени, сколько вы в ней живете. И количество денег, сколько вы тратите вот примерно в эту сторону. Знаю, потому что инвейд. А на ценности, потому что оно для нас ценно. Не просто отвлеченно, что вы сидите в медитации, и вот в этом чарующем свете вселенской, вселенском у вас, для вас, вот, фиолетовый свет наиболее ценен, потому что это такая чакра, да? Мы же не про это сейчас. Мы про жизнь. Мы про то, что вот, если у вас написано, там, на первом, на каком-то из мест у вас, там, не знаю, дружба, вы написали, допустим. Сколько за прошлую неделю вы с друзьями поменяли? Ноль. Сколько вы денег потратили там, друзья? Ноль. Кто-то себя обманывает, мне кажется, да? Что вот, если в какую-то ценность вы ни времени, ни денег не инвестируете, эта ценность просто лейбл. Она не, она, она, она ваше время ничего не приносит. Это не ценность. Это вы хотите в это верить, но по факту это так не является. Это больно, я понимаю, что вы смотрите, ну, не, ну, я же, это, это же, это же, это же, для меня же там, там, семья написать. Сколько времени вы, ну, там, активно в семье? Ага. А, денег вы прям вот активно в семье тратите. Простите, и о чем это говорит? Это говорит, это вот, это отрезляющее такое, чтобы показать, что есть вещи, которые мы считаем ценностью, вот мы смотрим в одну сторону, а делаем в другую. Задача с похудением. А? С похудением. Задача схлопнуть эти вещи. В управлении, кстати, один из главных, вот то, что мне помогло в свое время, один из главных постулатов. Слова к словам, дела к делам. Объясню на примере. Когда даешь задание человеку, ты сделаешь вот это, как пятница. Приходит пятница, ты спрашиваешь, ну, и где? Он говорит, не сделал. И начинает объяснять, почему он не сделал. У меня там хомячка, бабушка развела хомячка, мне нужно было... Ну, как обычно, вот, рассказывают 30 тысяч историй, как вот, или там, я раньше коррекционировал отмазки, почему человек опаздывает. Прям, потрясающе, если я не представляю. Во-первых, были люди, которые стабильно вот одно и то же говорили. Причем, что бы ни происходило, нестабильно, я не услышал будильник. Я не услышал будильник, я не услышал будильник, и все. А были люди, которые каждый раз придумывали потрясающий, как можно было сериал снимать, да, что вот. Меня почти сбила машина, обрызгала все, пришлось переодеваться, а выключили горячую воду, я застрял в лифте, и вот каждый раз уже потрясающе. Так вот, когда человек не сделал, но говорит какие-то слова, мне было тяжело... Ну, то есть, я пытался до него достучаться, что так делать нельзя, а не входило. И когда я понял, что слова к словам, дела к делам, у меня в управлении все очень хорошо. Человек не сделал, ну, штраф. Ну, не сделал, поэтому штраф. А словами он сказал, какая у меня проблема, и я словами, говорите, пожалею. То есть, я словами на него реагировал позитивно, что вот, ну, у него же проблема, а что ты будешь делать, давай об этом поговорим, да, ну, как вот это самое. И при этом штраф. И он их начинает не сходиться, потому что он же тебе рассказал все, почему. Ты говоришь, я понял, прям, душа за тебя болит, невозможно, и увольняем, да. Ну, то есть, при штрафу, увольнение, ну, то есть, при этом, мне жить негде. Блин, слушай, я вот Лиза давно купил, могу тебе коробку отдать. Я реально не жалову, да, для словильника. Ну, то есть, ты, опять, слова к словам, я немножко утрирую, чтобы вы поняли разницу. Но вот когда ты говоришь, вот дела к делам, слова к словам, все становится изумительно просто. Потому что очень часто люди делают одно, а словами пытаются вокруг этого либо туман навести какой-нибудь, либо объяснить тебе, вот, почему вот это в будущем будет по-другому, или могло быть по-другому. И ты надо словами реагировать на слова, а делами реагировать на дела. И в жизни все это упрощает очень сильно. Но, опять же, это точно так же к себе. Когда ты понимаешь, что ты вот об этом говоришь, а делаешь это вот здесь. Либо ты не говори, либо не делай, да, вот, как, опять же, в анекдоте. Либо трусы оденьте, либо хрестик снимите, да, потому что вот надо совмещать. Надо, нельзя говорить одно, особенно вот, кстати, вот сцена в этом плане, это один из самых сильных, увеличительных стекол, я не знаю, как это даже по-другому сказать. Вы на сцене что-то ляплете, вам от вселенной прилетит, вы не успеете оглянуться. Кто вот такое уже пробовал? Когда кому-нибудь что-нибудь со сцены, ах, или там с вебинара, в блоге напишет что-нибудь. Особенно, если мы чаще поучали других. Что вот, я считаю, что вам нужно вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Нет, если ты при этом это делаешь, не вопрос. Это как есть выражение в Америке, что в Техасе. Если ты это сделал, то это не хвастовство. То есть, хвастайся, пожалуйста, сделал, хвастайся, пожалуйста. Но если ты этого не сделал, тогда, ну, то есть, тогда есть люди, которые, опять же, в Техасе называют, как это, all head, no kettle. Да, большая шляпа и никакого стада. Вот, говоришь, имеешь право другим рассказывать. То есть, если делаешь. Если делаешь, имеешь право говорить. Не делаешь, ну, не говори. Это вот, немножко в сторону. Так вот, возвращаясь обратно к вашим ценностям. Теперь подумайте. Вот, давайте дальше пойдем, продолжим эту табличку. Подумайте за прошлую неделю или за месяц, за то время, когда вы, что вы писали. Куда ушли деньги ваши? И куда ушло время? И распишите еще пять вещей. Три, четыре, пять. Куда вот почему-то ушло ваше время? И куда почему-то ушли ваши деньги? Сериалы. Какие-нибудь там, не знаю. Качественные. А, просто отважные домохозяяки. Друзей 18-й раз пересмотреть. Как люди готовы. Сейчас отлично вот. Я тоже сериальный. Миллиарды. Отрицающий сериал «Виленс». Я просто вот в таком восторге. Специально не смотрю последнюю серию. Чтобы вот, у меня так вот. Я себя и надверждаю. Я доделал дело, смогу посмотреть. А не доделал? Ну, есть такое время, убегая, неделю, не понятно. А вот куда? Нет, ты начинаешь когда смотреть? Куда? Никогда знает. Надо считать. Ну, да. Это скучно. Да и не хочется. Нет, а тогда надо... Ну, то есть, либо ты вот эту высокую жизнь не принимаешь. Смотрите, если с финансовой точки зрения... Вот, Кирилл поправит, если я ошибаюсь. Есть люди, которые очень круты и которые всю жизнь живут на расширении своей трубы. То есть, вот, чем больше через него денег пройдет за месяц, тем лучше. Они увеличивают доходы свои, они увеличивают прибыль в бизнесе, они увеличивают зарплату с бонусами, да. Но вот как это за заплату увеличивают? Абсолютно так же. С треском это все улетает. И вот, и как это... Кто-нибудь ездил на скоростном поезде там в Японии, в Корее, в Китае, Шинкан-сен? Ну, Сапсан, не знаю, 250 км. Вот если рядом стоять, то такой... И ушел, да. Многие из вас так же... О, деньги, деньги, деньги! Да, и вот... И с следующего поезда ждешь, да, или там, пытаешься чтобы разошамарить, чтобы следующий поезard приманить. Это вот одна категория людей, у них вот денег мало, блин, надо срочно нашаманить, нашаманили денег и дальше начинается эффект гусара, что эх, сейчас вот мы тут, очень прикольно, мы тоже болели периодически, даже и в этом, у Гума его было в четверостишек, его очень классно, последние две строчки, мы делаем деньги из воздуха, чтобы тут же спустить их на ветер. Да, вот, потрясающе. А есть люди, которые вот в копилочку все, там, раз упало, и в копилочку, раз упало, и в копилочку, у них вот, у них вот вход свободный, да, а выход у них, они зажимают, делают запор здесь, чтобы вот, ничего здесь не вышло. И вот, очень прикольно, как со стороны, они эти прикольные, эти они, во-первых, каждый из нас бывает в этих ситуациях, что здесь я видел, вот в Америке видел, там, на свидании человек приглашает, девушка приходит, и вот он еще приходит, и он купончики начинает доставать, да, это все. Потрясающий взгляд, особенно, если девушка с новой, из бывшего Советского Союза, прям, все понятно сразу, сколько первое свидание, а второе – до свидания. Но, у человека так живет, и они потом там друг друга находят, такие же, да, две коробочки, которые купят, да, один свой купон издает, а второй говорит, а у меня купоны больше. Все, и сразу искра, химия, да, и какого-то. Слушай, я не преувеличиваю, таких людей много, в России такие прячутся, потому что считается плохим тоном, что если вот мужчина прижимист, это плохо, но, как бы, кому-то плохо, кому-то находка. Даже где-то у кого-то слышал, что если у мужчины в кошельке есть отдельное отделение для мелочи, да, бегите от него сразу. Теперь, как вы думаете, они могут по деньгам один и тот же язык найти? В общем, никак. Ну, вот, два таких человека, потому что этот человек, во-первых, социалисты будут восхищаться, что можно тут нашаманить столько, да, а вот если по 100 долларов подкладывать, то в 40 лет у тебя будет миллион. А представляете, вот по 10 тысяч долларов подкладывать, ну, там просто вот. А, и наоборот, этот человек будет восхищаться, что, блин, как можно вот, что вот у тебя и подушки безопасности 8, да, и по всем банкам, и у тебя недвижимость это, и что-то крутится там, это вместится, это вместится. Это же круто, да, ну, то есть со стороны выглядит потрясающе, да, но когда начинаешь их сводить вместе, то получается, за все, за что мы любим, тут же начинается в обратную сторону. Эти ненавидят этих за что? Да то, что они в транжире прям вот выразбудились в руках, да. Я говорю, если в семье один шапоголик, то второй голожопик. И наоборот, да. Эти ненавидят, я говорю, что так нельзя жить, нельзя жить так в таких ощущениях, в постоянном запоре. Ну, кому-то можно. Кому-то хватит. Так вот, есть другая категория, есть, это если мы берем с финансовой точки зрения, сколько денег проходит. Есть сколько остается, здесь по-другому, здесь, значит, первая категория, которая говорит, вот, чем больше у меня осталось в конце, вот, у кого в конце, перед смертью, чем больше у меня нулей, тем я выиграю. Ну, то есть, вот, есть люди, которые реально считают, сколько вот у них за жизнь у них вот останется, и они пытаются эту цифру поднять. Есть, наоборот, вот, у Дэна Кеннеда, я хочу свой последний доллар потратить в последний день, чтобы вот, я хочу, чтобы у меня были деньги, да, я хочу, чтобы у меня было много денег. Но вот, все, что нужно моим детям, да, пусть заработают сами. И тут, ну, тоже модель, то есть, тоже понимать. Есть люди, которые, наоборот, живут всегда в максимальный минус, сколько они могут себе позволить. И когда говорят, там, я взял кредит в банк, он говорит, 500 тысяч, это не у тебя есть 300 тысяч, у банка есть 300 тысяч, у тебя долг в 300. Нет, человек говорит, вот, вот, я взял кредит, это мои деньги, я могу потратить их на что хочу. Ну, и, нет, опять, если, особенно, если в микрофинансирование человек берет, то это не 5 лет, это прям, это все, это мы всегда. То есть, всегда, у меня знакомые, у меня в Лос-Анджелесе сеть этих киосков микрофинансирования, cash now, fast cash, ну, какая это вот, деньги быстро, быстро деньги. И он говорит, что мы даем 200 долларов на неделю, и через неделю ты либо 200 отдаешь, либо двадцатку приносишь. И подавляющее большинство наших клиентов, им легче принесить каждую неделю по двадцатку, чем 200, они нету. Если бы у них было 200, они бы там не пришли. Говорит, он 200 взял, я бы мне всю жизнь по двадцатке будете доносить. И моя задача, ему следующее, 200 в паре. А? Нет. Нет. Вы не услышали. Двадцатка это процент в неделю. Это не пока все не вернет. Он двадцатку, а еще 200 должен. Это очень хорошая модель зарабатывать. Это для тех, у кого было плохо с математикой. Я вообще считаю, что все эти азартные игры с микрофинансированием казино, это добровольный налог на людей, у которых было плохо с математикой. Ну потому что, если ты понимаешь, кто выиграет в этом плане, то вот и вы эти вещи не играешь. А если ты не понимаешь, что играют, то это всего лишь, это всего один процент в день. Как это звучит? Значит, сколько в год? Тысяча шестьдесят. Тысяча шестьдесят. Один процент в день, нет, спины вот так вот доказывают. Это всего лишь 365 процентов. То есть это всего лишь тысяча долларов, или там тысяча рублей, и станет 3650. Ну ничего страшного, за год. Я открываю Excel. Делаю процент на процент, это сложный процент. И оказывается, что это похожая цифра, тоже 365. Только в 365 раз. А не в три. Но вот люди не понимают, что такое бывает. Или в 36. Нет, 36. Тысяча раз, как говорится. В 36. Там 36 тысяч, пятьсот процентов получается. Это всего лишь один процент в день? Майки такой. Подумаешь? Мы влюбились. Да, мы сердце. Взяли за них. Вот и все. Поэтому здесь опять большинство наших решений. Вот еще одна вещь. Есть два способа поменять себя. Первый способ это ломать. Вот мы это все, все каждый из нас пытается это делать с Нового года. Или там, с понедельника. А в этом году, по-моему, понедельника, первое число было... Один, нет, нет. Или в прошлом году это было один тоже. Страшный был год. Понедельник, 1 января, это был один тоже день. И мы пытаемся и есть бросить, и вставать в 5.30, да, чтобы с рассветом, и бегать по утрам, и курить бросить. И вот большой список, что мы пытаемся сделать. Ну, бумажку пока аккуратно бьют, не успеешь записать еще. И нам хватает сколько? Три дня. Ну, некоторых неделю хватает первую. Почему? Ну, есть понятие в бизнесе фитнес-клубов, называется подснежники. Да, что вот на Новый год приходят, что все, я, все, я изменю свою жизнь. Главное купить клубную карту подороже и подольше. Продел, все, он до следующего года не придет. То есть, нормально все. Опять, если бы все, кто купил карту, приходили, там бы не прогнулся было в очередях. А так, купил, все, можно не ходить. Все, они обычно вам звонят. У кого есть какая-то карта клубная? Когда вам звонят? Да, когда продлить надо? Правда? Вам же не звонят? Вы три дня не были уже, не на выходе. Срочно приходите. Никому это не надо, зачем? Там другой бизнес. Вот. И то же самое вот. Зима прошла, 1 марта. Все начинают, 1 января начинать. Сплеск, 1 марта всплеск, майский всплеск. Перед отпуском за неделю сбегает 10 кг срочно. Ну и в общем, перед школой, перед университетом, когда почему-то весенние джинсы не налезают уже. И перед Новым годом. Так вот, либо себя ломать на силе воли, силе воли хватает на три дня. Реально. И вы будете несчастны. То есть, даже если у вас будет получаться, вы будете несчастны. Это очень тяжело. Крайне тяжело. Это нужна самодисциплина. Я вот себя постоянно самодисциплинирую. Ну вот сейчас очередной тренинг будет в конце 25-го, в понедельник. Самодисциплину чужими руками. Это поинтереснее. Это моя силовая, чтобы он делал. Это... К сожалению, так нельзя заплатить, конечно, он с тебя поверил сегодня. Получается, помните, мультик был «Трое злоотсажено». А есть вы за меня тоже будете? А как? Вот. Не получается. Крюс тоже надо. Так вот, вторая модель. Меняем привычки. Модель изменения себя через... Мы не меняем, кто мы есть. Мы не меняем, какой ты человек внутри. Мы не меняем все плохие стороны. Не меняем хорошие. Мы раз в месяц меняем привычку, над которой мы работаем. Привычка бегать. Привычка вставать. Привычка прыгать вовремя. Привычка доделывать дела, которые начал. Привычка улыбаться и здороваться. Тоже привычка, между прочим. Говорить спасибо, пожалуйста, и так далее. Привычка ставить перед собой цели на следующий день. Привычка учитывать финансы. Есть большое количество привычек. Полезно. В среднем, чтобы привычку в себя встроить, занимает месяц. Вот. Есть три модели. Давайте быстренько про привычку. Если у нас не много времени нет, но почти сидел. Первая модель такая, русская классическая модель. Есть такая модель, называется «Молодец». Кто-то слышал? Слышал, да? Два человека. Окей. Ты для себя говоришь, вот «Я бросил пить». Или там «Я» вот, пост идет сейчас великий. «Я» вот, ты великий пост. Один день сделал «М». Второй день сделал «О». Ну и дальше. «Молодец». Вот неделю протяжался подряд. «Молодец». А если ты накосячил где-то, вот четвертый день убил, надо по новой. То есть следующий день не «О», а ты следующий день опять «М». И вот с календариком сидишь, как дурак, пишешь себе. И потом, когда-нибудь приходишь, он говорит, «Слушай, вот мы пельмени из лосятина налепили, там на охоту человек сходил, такого лося красивого завалил. Вот фотки. Вот и там запах такой, что прямо, вот с древенской сметаной. А ты на втором молодце. Или еще хуже на третьем. Через полторы недели с удовольствием. Ну через полторы уже. Уже через полтора часа их уже здесь не будет даже. Вот. И ты, опять, ты для себя принимаешь решение, ты будешь продолжать быть молодцом, или... И часто, когда вот этих молодцов накопилось, там три-четыре, уже спрыгнуть очень тяжело. Потому что, понимаешь, это по новой, страдать нахер надо. Лучше не будешь есть, пить и так далее. То есть, эта модель, ну такая, ацахин, она очень простая, очень помогает. И люди, главное, понимают, что я вот, сори, вот через полторы недели, я 30 дней закончится, я баш. Да, я вот буду пигмени мясом заедать. И чебурет, и мутераз. Теперь, другая модель, когда мы понимаем, что привычку встраивать в себя можно только по очереди. Нельзя встраивать две привычки одновременно. Они не встроятся. Можно по одной только встраивать. И мы говорим, у нас будет три яма. То есть, за месяц, когда мы будем работать над собой, у нас будет три провала. Первый провал, это вот самые сложные первые три-четыре дня. Кто на деду жестко усадился когда-нибудь? Третий день, это ж вот, я не знаю, это надо отчерчивать вокруг себя, как вить, да, чтобы не подходил никто, голову можно отпустить. На четвертый-пятый день отпускает. То есть, это первая ломка, которая потом уходит. Вторая, вторая неделя, там начинает, ну, Федор, ну, мы называем, внутренний голос, начинает с вами разговаривать. И начинает вам говорить, ну, ты уже столько долго уже, не ешь, ну, что будет, съешь-то, сегодня можно. Сегодня фаза, сегодня растущая луна, сегодня, наоборот, падающая какая-то, когда можно жить. Вот, или ты столько уже, то есть, здесь начинается, вот, внутренний, внутренний Федор, начинает вам в голову лить всякие отмазки. И третье, у вас, эйфория, что уже вы уже видите первые результаты. И говорить, ну уже, почти уже все. Уже почти все. И вот здесь легко соскочить. Здесь легко соскочить. Если вы понимаете, что три яблудут, и вы готовы через них пройти, вы через них будете проходить абсолютно просто. И так, мы здесь фиксируем эту привычку, и на следующий год следующее. За три года можно 36 привычек у менять. 36, подумайте, 36 новых привычек в вашей жизни, это практически новый человек. Не меняя того, кто вы есть. Самый простой, но не безболезненный способ поменять свою жизнь.